Ко всемирному дню окружающей среды провели городской фотоконкурс. Лучшие работы представили на выставке в фотоклубе. Победители награждали представителей управления экологией. Красота природы и обратная сторона цивилизации. Вместе по жизни, а теперь и в экспозиции городского фотоклуба. Представители городских властей некоторые кадры удивляют. Другие, как это растерзанное одещавшими собаками на хортице косуля, шокируют. Просят записать на диск, пока снимают на айфон. И обещают разобраться с проблемами. Самые популярные образы проблемной серии – лужи, разрушенные здания и дым отечества. Она проблема возникает только по нашей вине. Поэтому если горят плавные, то кто-то их поджигает. Если лежат колеса под водой, то кто-то их туда бросил. Я думаю, если много на это смотреть, то как-то устаешь. Поэтому мои работы тут предоставлены в более натуральном свете. Как должна выглядеть экология вокруг нас и к чему мы должны стремиться. Виктория – одна из тех, кто победил в номинации «Сказочное чудо зеленого мира». Снимала чистую зелень, воду, собаку за рулем и букашку в оконной раме. Признается, чтобы найти такие образы, пришлось постараться. А вот Екатерине Клочко за натурой для съемок далеко ехать не пришлось. Снимок старого дома сделала в районе Анголенко. Считает, композиционное решение выражает надежды молодых. Ребенок тянется к окнам, в которых никто не живет, они закрыты. И все так описано. И еще такое осеннее настроение, осенние листва. Хотелось показать надежды, конечно, на будущее и на лучшее, но как на сегодняшний день есть. В этом году на конкурс ко дню окружающей среды прислали 200 работ. В фотоклубную экспозицию вошли только 90. Авторов было много и большое количество работ мы не могли показать. Ну, показали вот так вот уже избранное. Даже избранного оказалось достаточно, чтобы сказать главный месседж этой выставки. Неразрешимых проблем не бывает. И, в общем-то, экология места, где мы живем, зависит прежде всего от каждого из нас. Продолжение следует...